Итак, латвийский бестиарий – заяцкот в традиционной культуре Латвии. Бестиарный фонд латвийской традиционной культуры богат и разнообразен. Его культурный канон складывался постепенно и в тесной связи с другими традиционными культурами, в частности со славянским фольклором. Простите, латыши торопятся. Так как в данном кратком сообщении нет возможности рассмотреть все случаи бытования использования образов заяцкот в латвийском фольклоре, мы ограничим наш разговор материалом конкретных жанров традиционной культуры и конкретными случаями включения этих зооморфных персонажей в семиотические тексты народной культуры. Таким образом, в одной смысловой плоскости как бы уравниваются самые разные фольклорные материалы разного уровня – характера и интенции, тексты, ритуала или игры, волшебные сказки, дайн, тейк, колыбельных песен, примеры преми и этнографические наблюдения. Мы сознательно оставляем в стороне широкий пласт зооморфных анекдотов со значными персонажами и не столько потому, что их многочисленность трудно бы вписалась в означенный жанровый ряд. Такого вида текстовой материал потребовал бы ретрансляции архаических тотемных мифов и расширил бы сферу зоопантеона до балтийского, включая прусский и славянского контекста. Ограничиваясь некоторыми жанрами традиционной культуры, мы учитываем, что при этом каждый из означенных источников привлекается к осмыслению только в аспекте его раскрытия мифологической бестиарной символики, упомянутых зооморфных персонажей – зайца и кота, латышских «затис» и «катис» соответственно. Согласно этимологическому словарю Карлиса Карлеса, происхождение корня слова «затис» не совсем ясно. Традиционно принято считать, что латышская номинация «затис» скорее всего является заимствованием из белорусского областного слова «зайка» с конструированием по типу слова «катис». И такой же позиции придерживаются и Фасмар, и Френкель. Говоря о славянской традиции, принято выводить этимологию слова из индоевропейского «кэй», то есть «гнать», «терапить», «подгонять», «быстро двигаться», «шевелиться», равно как и от литовской номинации «жайстый», то есть «играть». Этимологическая ситуация с латышской номинацией «катис» видится в двух плоскостях. По мнению Топорова, «кат» – это корень индоевропейского происхождения и изначально обозначал любое маленькое животное. Здесь можно сравнить латинское слово «катулус», то есть «детенок» – животное, и латышское слово «кутцинс», то есть «щенок». По другой версии, номинация вместе с животным распространилась в Европе в I веке, и его корни уходят в Африку. На форму этого слова в латышском «узусе», по мнению Карлеса, повлияли германские языки. Для восточнославянского фольклора образ зайца интересен многообразием символических значений ему свойственных, среди которых, по наблюдению Александра Викторовича Гуры, особо выделяются мужская эротическая символика и демонические свойства зайца. Эти демонические свойства для зайца в латышском бестиарии наделяются оборотническими способностями. Зайц может выступать ярко выраженным мужским символом для текстов славянской традиционной культуры, и подобное представление встречается и в латышском традиционном фольклоре. Яркой иллюстрацией тому служит сюжет 36-й по регистру А. Райса Медны, где фольклорный нарратив складывается вокруг эротического составляющего зайчьего образа. Перескажу вкратце сюжет. Волчиха, преследуя зайца, застревает в развалине дерева, и заяц насилует ее. В сюжете 427-м «Заяц – парень» заяц также предстает исключительно в мужском образе. Мальчик насмехается над ведьмой, она за это превращает в его зайца, он становится поваром, поступает на службу к королю, где знакомится, спасает от смерти гусыню, которая тоже является заколдованной девушкой. И нюхая розы, заяц и гусыня превращаются в людей. Этот распространенный фольклорный нарратив может представлять собой достаточно сложный сплав языческих представлений и ритуальных действий гастрономического кода, связанных с магией еды, где повар нередко становится пищей. Что, в свою очередь, может нас, конечно, увести к каннибальскому тексту культуры, но это уже отдельный разговор. Замена субъекта присуща и другому персонажу, коту, с той только разницей, что его природа более магична, и в народном представлении существует запрет на употребление его в пищу. Здесь можно сравнить случай в рыночном обиходе, когда принято выдавать кота за зайца, то есть выдача за другого. И отсюда происходит маркирование «зайчьи и кроличьи лапки». Таким образом можно акцентировать вот эту способность при воплощении зайца и возможность кота забирать его функции. Примечательен в этом контексте и сюжет 79. «Заяц в услужении у волка, в котором проявляется двуполая природа зайца, соединение мужского и женского начала. Волк велит зайцу одеться, обуться, шить пиджак, купить шапку, добыть волку еды. Заяц со всем справляется, кроме еды, еды он не добывает, высиживает из яйца зайчонка, а волк съедает их обоих». То есть здесь вот этот мотив того, что заяц высиживает зайчонка из собственного яйца. Другие сюжеты, связанные с зайцем в регистре «Ара и Самедне», очерчиваются традиционными мотивами, объясняющими зооморфные особенности зайца, то есть его длинные уши и его короткий хвост. Например, сюжет 136b. «Заяц с бараном меряется силами. От удара у зайца голова уходит промеж плеч, баран вытаскивает голову за уши, поэтому у зайца длинные уши». Амбивалентность образа зайца коррелирует с известной оппозицией «хитрый-глупый» или «хитрый-наивный». И зачастую заяц в латышских фольклорных текстах выступает как персонаж находчивый. Пример тому сюжет 92 по классификации «Ара и Самедне». Лев ныряет за своим отражением, заяц показывает ему его отражение в воде, и лев в результате тонет. Или сюжет 72. «Заяц скачет верхом на волке». Кратце сюжет. Девушка зачастую в образе лисы отвергает зайца из-за его короткого хвоста и собирается замуж за волка. Хитростью зайцу удается оседлать волка. Лиса думает, что волк – это конь ее жениха и выходит замуж за зайца. То есть здесь вот опять проявляется вот эта эротическая составляющая заячьего образа, плюс какие-то его зооморфные особенности. Образы зайца и кота в текстах латышских дайн складываются вновь зачастую из набора эротических коннотаций. Их функции в поэтическом пространстве текстов традиционной культуры тождественны, как функции зайца, так и кота, и вписаны в ряд так называемых озорных песен «Нератнос десмос», которые исполнялись зачастую в контексте свадебной обрядности. Ну, помимо эротических коннотаций, конечно, наиболее распространенным здесь остается и юмористический контекст. Но я остановлюсь именно на эротической составляющей этого образа. Образ зайца возникает в дайнах, как правило, в эротическом контексте, и я приведу пример. Сначала по-латышски, потом будет перевод. Заяц перебежал петлю или веревку за пахотой пахоту. Так бегают неженатые парни за молодыми девушками. Зоологический код ярко проявляется и в ритуально-игровых практиках, контекстах традиционной латышской культуры. И здесь в первую очередь, конечно, речь идет о святочных гуляниях. Первые сохранившиеся упоминания о латышских масочных шествиях датируются 1636 годом, хотя очевидно, что эта традиция намного старше и архаичнее. Распространенные на территории современной Латвии масочные гуляния, латышские термины маску гайни или текату гайенс, проходили в переходный период рождественских и новогодних празднеств, по аналогии со славянским обрядовым календарем. И согласно латышскому народному календарю, это период от Мартинием до Мэттением. Иными словами, масочные гуляния вписываются в осенне-зимний цикл народных праздников, чьи ритуальные практики окрашены апотропейными и продуцирующими намерениями. Латышские масочные шествия заимствовали элементы для ряжения, в том числе и из вокабуляра народного бестиария. Помимо распространенных антропоморфных масок, таких как покойник, высокая женщина, цыган, еврей, беременная женщина, русский крестьянин и так далее, в тексте святочного игрового обряда проявляются и заморфные персонажи, такие как аист, медведь, лиса, коза и так далее. Масочные шествия предполагают определенный сценарий поведения его участников. Сообразуясь бахтинской концепции, шествия носят игровой характер и, как правило, гуляния заканчиваются разыгрыванием сцены игрового характера. В своей монографии «Латышские масочные гуляния» «Латвия Шумаску Гайны», изданной впервые на немецком языке в 30-е годы 20-го века под названием «Делетишен маскин умцюге», латышский этнограф Янис Алберс Янсон приводит пример подобных игр в контексте масочных шествий. И здесь фиксируется достаточно интересная игра под названием «Охота на зайцев» «Заатюмэдибас», записанная в начале 20-го века в области Витземы, в городе Лубана, это северный край Латвии. Но я сразу зачитаю русский перевод. В этой игре двое участников, двое охотников, остальные все зайцы. Зайцы левой ногой связаны веревкой. Один из охотников берет в руки полено или какой-то деревянный предмет и делает вид, что стреляет по зайцам. А второй охотник из ведра поливает зайцев водой. Так начинается зайчья охота. Связанные зайцы, друг друга ругая, толкая и мешая, пытаются выбраться из веревок. Их задача как можно быстрее освободиться. Происхождение этой игры этнограф достаточно закономерно выводит из древнего плювиального обряда, чье ритуальное значение со временем стерлось и на первый план вышла лишь игровая составляющая действа. При этом отношение зайца с водной стихией в рамках традиционной культуры носит антагонистический характер. Так, для латышских рыбаков самым плохим предзнаменованием является заяц, перебежавший дорогу. И выражение «заяц в сети», ну, в смысле, в рыболовецкой сети, означает пожелание несчастья. Это фиксируется, в частности, в народных поверьях, собранных Петерсом Шмидтом. Эти же функции предвестника несчастья или неудачный ловли для рыбаков берет на себя и кот. Пример. «Зивис нетерас яузвею эют, катис парскрен парцелю». Рыба не будет ловиться, если идя на рыбалку, дорогу перебежит кот. Наряду с охотой на зайцев в период переходных праздников осенне-зимнего цикла разыгрывались и другие масочные игры с участием замокных и демонических персонажей. Среди них какие еще были игры? Например, «Велна Тершана» — это «Ловля черта», «Календар Аракстишана» — запись составления календаря, «Пелну Саргатайс» — «Охранник пепла». Символика этих обрядовых игр выводится из практик продуцирующей магии, нацеленной на обеспечение богатой жизни в будущем году. И репликой этой традиции звучат тексты Дайн, исполняемых в этот период участниками масочных действий. Например, «Каздева галю там ауга цука с глумым спалвом, трекном мясом, каздева силти там ауга зати, там ауга зати и с праугушем адсим». Перевод. «Кто дает мясо», то есть угощает мясом, у тех будут расти свиньи с жирным, богатым телом, скажем так. «Кто дает селедку, у тех будут расти зайцы, расти зайцы с большими глазами на выкате». Записи народных поверьей, сделанные Петерисом Шмидтом, предоставляют богатый материал для наблюдений за рассматриваемыми животными образами в бестиарном контексте. Носители традиционной культуры чутко реагируют на звуковые совпадения, и этим можно объяснить в случае обыгрывания фонетической амонимии, когда срабатывает механизм метафоризации. И латышская номинация «заяц», то есть «затис», соотносится с латышской номинацией «вор», то есть «заглась». Пример. «Я затис и эскрен маис, таднакс заглей». «Если заяц вбежал в дом, тогда придет вор». Это поверье закрепляется и в традиционных сонниках, где увиденный во сне заяц также сулит грабеж или встречу с вором. Например. «Я сапный рец зати, тад арзаглей бус даришана». «Если увидишь во сне заяца, то будешь иметь дело с вором». И так далее. Таких примеров очень много. Очевидно, что репликой на этот мотив «заяц грабежу» или «встреча с вором» является и зафиксированное высказывание «Я сапный рец кати, тад заглей скаутко загс». «Если увидишь во сне кота, то вор что-то украдет». То есть где образ заяца уже замещается образом кота. И как будет видно дальше из наших примеров, это частотное замещение одного зооморфного персонажа другим при сохранении одной общей функции. При этом тексты народных поверьей рассматривают образы заяца и кота как символы, маркированные зачастую отрицательными коннотациями. В ситуациях неожиданной встречи с зайцем животное становится предвестником либо несчастья, либо неудачного пути, либо близкого расставания с кем-то. К примеру, «Я парцелю парцелью парцелью парлает, сагайдама нейлайме». «Если заяц перебежал дорогу, то ожидается несчастье». И так далее. Подобных текстов довольно много. Помимо этого, заяц также может выступать предвестником смерти. То есть мотив, семантика смерти также коррелирует с образом зайца. К примеру, «Я парцелю парской зати, стрис из дирдейс мирукшу». «Если дорогу перебежал заяц, значит, вскоре услышим о покойнике». В тождественной функции предвестника несчастья и плохого пути может выступать и кот. Примеры также даны из собрания Петериса Шмидта. «Я Катти спарскрен парцелю, та не слабе». «Если кот прибежал дорогу, то ничего хорошего не будет». И так далее. «Черный кот» здесь тоже, понятное дело, возникает и достаточно часто. Этот сюжет у коти, предвестники беды, звучит репликой и в ситуации оппозиции кота к собаке, где собака маркирована положительными коннотациями и кот, соответственно, отрицательными. Иллюстрации подобного представления можно привести поговорку «Сунем узмелес иердевенес лаймес, катим девенес ней лаймес». У собаки на языке девять счастей, а у кота девять несчастей. Тема несчастья, заключенная в образе кота, усиливается мотивом смерти. Кот, как файклорный персонаж, обладающий демоническими характеристиками, что отмечалось еще профессором Страубергсом, играет важную роль в обрядах переходного типа. Это сюжеты новогодних гаданий, когда кот может выступать в роли предместника смерти тому или иному участнику гадания. Гадание заключалось в том, что люди рассаживались вдоль стены, и у ног каждого клалась какая-то определенная еда одинаковая, и тот, к чьей еде притронется кот первым, тот, соответственно, первым и умрет в следующем году. С другой стороны, кот может восприниматься как предместник положительной судьбы, или, по крайней мере, как-то повлиять на судьбу, и от того, как он себя поведет, будет ясно, судьба будет положительная или не очень положительная. Так зафиксировано гадание на свадьбу, исполняемое незамужними девушками. Этот ритуальный сюжет находит свое отражение как в латышских дайнах, так и как этнографический источник. Гадание заключается в взвешивании кота, исполняемое обычно в зимний период. Понятно, Новый год как важнейший праздник переходного типа и магия первого дня. То есть, если без кота превышал или равнялся весу половины горшка, то девушке предстояло выйти замуж в наступающем году. Если нет, то, соответственно, еще сидеть в девках. В дайнах кот, причем иногда он номинуется именно как кот, и это латышская номинация «рунцис», то есть кот именно мужской, также может выступать в гадательных сюжетах. Например, При этом в текстах традиционной культуры отчетливо обозначается связь кота с образом другого или чужого. Подобная позиция закрепляется также ритуальными сюжетами, связанными с гаданием на гостей, желательных или нежелательных. Примеры тому «Кот катис масгаест, однакс цемич». Если кот моется, умывается, значит, придет гость. «Кот катис масгамуты, бусвесы». Когда кот моет рот, значит, будут гости. И так далее. Завершая сюжет у «Заячьей символики», нельзя не упомянуть примечательный текст, записанный в Алмирском районе, это тоже север Латвии, профессором Яниной Курситой в экспедиции 2001 года. Основной сюжет этого сказочного нарратива был записан у респондента 43-го года рождения, жителя Сигулды, и речь в нем идет о свадьбе кукол или кукольном празднике, который по преданию случается в раз в год на Синей горе, Зыла Кална, в сакральном локусе традиционной латышской культуры. В этой записи нарратив складывается вокруг мотива нарушенного запрета. Главная героиня, отправившись в лес, сталкивается с белым зайцем, зайцем, одетым в белую одежду, который предупреждает ее о проходящем здесь сейчас празднике кукол и невозможности ей оставаться здесь в этом пограничном пространстве. Но героиня упрашивает зайца, выступающего в данном случае персонажем-медиатором между миром профанным и сакральным, позволит ей тайком наблюдать этот праздник, то есть праздничное шествие кукол, зверей и мифологических персонажей, которое завершается появлением сынов бога и дочерей солнца, Деева Дейлой «Умсалус Мейтес». Ну, об этой латышской паре близнецов в свое время подробно писал Владимир Николаевич Топоров. Здесь, конечно, важно, что вот этот нарратив, он, безусловно, носит определенное книжное влияние, но, с другой стороны, вот в нем происходит определенная такая контоминация как персонажей типично фольклорных, так и уже книжных, что достаточно интересно. Итак, отмеченное в источниках традиционное представление латышей о зайце-коте основано на ряде архаических зооморфных мотивах, свойственных в целом балтославянским традициям. Некоторые зафиксированные характеристики, возможно, сложились уже на основе обрядовых практик. В целом, образ кота и образ зайца, таких вечно перемежающихся между собой, осмысливаются в фольклорных текстах в первую очередь с позиции их визуальных характеристик и поведенческих практик. Надо сказать, что здесь практически исключены какие-либо звуковые аспекты, звуковые характеристики этих зооморфных персонажей. Ну а гастрономический регистр мы выносим за скобки для уже дальнейшего исследования, более подробного. Спасибо. Продолжение следует...